В какой-то момент с появлением моды оверсайз объемные пальто, пуховики, одеяло и шубы из искусственного меха они вытеснили с модного горизонта все натуральное, но к счастью, производители, дизайнеры, которые работают именно с натуральным материалом они вовремя подтянулись и предложили тоже ультрамодные модели из натуральной овчины и как раз сегодня речь пойдет о дубленках, даже намеренно я не употребляю это слово, потому что дубленка ассоциируется с чем-то таким ну может быть консервативным, не очень современным, не очень актуальным на данное время но я сегодня расскажу о дубленках, которые именно соответствуют всем правилам, всем требованиям сегодняшней моды Как и все прочие предметы верхней одежды, дубленки отличаются друг от друга не только фасоном и цветом, но и материалом а точнее сырьем, из которого они создаются и сегодня я расскажу именно об этом Вот это сырье называется меринос ну многие знают, что бывают шапки и трикотажные модели из мериноса а это собственно сама овчина водится эта порода в Испании и отличается таким гладеньким, как велюр, мехом Модели из него получаются очень легкими, если сравнивать с нашей известной цигейковой шубой вот здесь такой же полированный мех, но он при этом очень мягкий и очень легкий Многие модели дубленок двусторонние в зависимости от настроения и погоды можно надевать ее ворсовой частью внутрь, и тогда она станет более теплой или же мехом наружу в некоторых случаях это выглядит остро и экстравагантно Может быть помнит кто-то такое название, как пропитка раньше говорили пропитка на дубленке такие, которые имеют вот такое вот гладкое кожаное покрытие У специалистов это называется покрытие силк, то есть шелк Оно водоотталкивающее, оно исключает засаленности то есть такое износостойкое, можно так сказать не пачкается очень долго и тоже очень приятное на ощупь Шкуры, из которых шьют дубленки могут быть окрашены в любые оттенки и даже принты Это сырье называется Тоскана Тонкорунная Тоскана Это порода козочек, названная в честь известного региона в Италии потому что именно там водится правильным воздухом дышит, правильную водичку пьет и правильно питается и потому получается такой вот она легкой, тонкой и пушистой А в этой модели мех комбинированный Основа это Тоскана А вот эта аппликация, выполненная из меха керли О нем пойдет речь далее Сырье для керли родом из Южной Монголии где выращивают овец редкой породы калган Для таких моделей отбираются шкурки только молодых ягнят Густой, сильно вьющийся мех с завитком очень хорошо держит тепло Смотрится очень трогательно, напоминает какие-то мягкие игрушки При этом это легкий натуральный материал Удобно пользоваться карманами потому что очень часто бывало такое раньше, что когда модель двусторонняя то на одну сторону есть карманы, а на другую их нет либо они вообще полностью отсутствуют Здесь очень продумано, что эти карманы, их можно вывернуть И они будут функциональными как на гладкую сторону, так и на меховую А это модели из породы астроган Характерной особенностью которой является очень кудрявый мех с густым подшерстком Шкурки тщательно обрабатывают, а затем коротко стригут Что касается дизайнов, то на сегодняшний день производители предлагают все самые популярные модели верхней одежды Это куртка-авиатор, парка, пальто-оверсайз и, конечно же, хит сезона куртка-рубашка или пальто-рубашка Субтитры сделал DimaTorzok